Привет, с вами Вилсаком, сегодня поговорим о Mailbox. Несмотря на то, что программа вышла достаточно давно и даже доступ к ней стали получать тоже достаточно давно, вы просите меня об обзоре в Твиттере, я не мог не откликнуться, даже несмотря на то, что 23 февраля отметил достаточно задорно и окончательно потерял голос. Смотрим на Mailbox, поехали! Яблочные скидки всем подписчикам от партнера и магазина applejesus.ru Что такое Mailbox? Это почтовый клиент, такой же, как и стандартный, не сказать, чтобы стандартный в iOS был плох, наоборот, он очень-очень классный, но Mailbox это попытка совместить почтовый клиент и некий туду-планировщик, который поможет вам раскидать ваши задачи на день, и делает он это максимально просто, если вы что-то хотите запланировать. В общем, в два клика буквально все это делается, но давайте расскажу о том, как появился этот клиент. Дело-то его компания Оркестра, насколько я понимаю, единственный их продукт сегодня это как раз Mailbox. Доступен он только для iPhone, оптимизирован под iPhone 5 и iPhone 4 и 4S, и, соответственно, стал известен широкой публике интернету, потому что здесь была организована самая настоящая очередь. После того, как вы устанавливали приложение из App Store, получить доступ к нему не представлялось возможным, нужно было отстоять огромную очередь, и сейчас как раз все, кто впервые его скачал, наверное, неделю-полторы-две назад, получают доступ, и это очень забавно. Сделано это по одной простой причине. Здесь используется Push Notification, ровно такой же, как и в стандартном клиенте, но вы должны понимать, что все это идет через серверы компании, а Оркестра компании маленькая, клиент бесплатный, и, соответственно, чтобы всех обслужить, им нужно время. Ну вот, собственно, так отмахались, но здесь можно сказать, что это была неплохая пиар-компания, потому что об этом клиенте узнали все, и все резко его захотели поставить. Интерфейс программы максимально лаконичный, здесь у нас три основных вкладки, это запланированная входящая почта и выполненная. Нужно понимать, что по своей идеологии Mailbox воспринимает почту как некие таски или задачи, с которыми вы можете оперировать. Все делается с помощью свайпов вправо-влево, и вообще клиент ориентирован под управление одним пальцем, одной рукой, что не может не радовать. Итак, давайте представим, что мне пришло какое-то письмо, я хочу над ним провести некие операции. Свайпом вправо я могу отметить его как прочтенное, либо же чуть дальше свайп отправляет все это в архив. Влево у нас другая история, я могу запланировать, чтобы Mailbox напомнил мне об этом письме через какое-то время, что тоже весьма удобно, и либо чуть дальше я могу отправить его в категорию, например, подкаст. И все они доступны вот здесь, в соответствующей менюшке, и все это создается на Gmail-аккаунте. И самое время сказать, что вы можете добавить не один, но два, три больше Gmail-аккаунтов, но, к сожалению, только Google. Нету поддержки ни сторонних почтовых сервисов, ни Exchange, ни даже iCloud, что сугубо непонятно, потому что Оркестра, Эди Кью, Адам Кью, ну, сделали как сделали. Обновление почты происходит так же, как и в официальном клиенте, простым свайпом вниз, и сразу о минусах. Наверное, не всем понравится вот такое маленькое окошко для написания письма, зато сразу есть доступ к фотографиям и видео, правда, к сожалению, все на английском, и вообще весь клиент на английском, что не будет большой проблемой, потому что интерфейса не так много, и взаимодействие с ним придется не так часто, но, тем не менее, все равно это минус. Еще раз, если вы хотите попробовать, у вас не так много, допустим, входящей почты, вы сидите на Gmail-аккаунте и хотите попробовать совместить приятное с полезным, то Mailbox, наверное, есть смысл скачать. Вообще, в принципе, его есть смысл скачать, чтобы хотя бы встать в очередь. Но как полноценную замену какому-нибудь клиенту, тому же от стандартного iOS, от Apple, который позволяет агрегировать в себя все почтовые службы, Mailbox, к сожалению, не делает. Но у меня почты так много, что 5,5 тысяч, по-моему, разгребать я ее буду до посинения, поэтому картинку дня и увидеть, что на сегодня у вас задач больше нет, я, наверное, никогда не увижу, но Mailbox потихонечку пользуюсь. Вот такой, собственно, Mailbox. Как видите, особого смысла переходить на него с официального клиента нет. Если вы прониклись вот этой вот фишкой, то, наверное, стоит попробовать. В любом случае, его стоит попробовать, чтобы понять, что же это такое, что имело такое большое освещение в сети, и стоит ли вообще об этом вспоминать, либо достаточно загрузиться один раз, убедиться, что это не ваше, и на этом закончить. А с вами был Mailbox.com, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер, и совсем скоро увидимся, у нас много чего интересного запланировано. Пока!